МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пишут тесты по географии, информатике и литературе. В Дребезге бийские вандалы разрушили новый фонтан и лавочки в отремонтированном парке Вали Максимовой. Не узнать. После ремонта начинает работать бийский оздоровительный лагерь «Факел». Возрождение обошлось в 40 миллионов. Итак, мы начинаем с ковид-статистики. За прошедшие сутки в нашем регионе зарегистрировано 73 новых инфицированных, в том числе 6 в Бийске. 58 человек выздоровело. 7 пациентов умерло, по данным оперативного штаба. Один из них от коронавируса. Всего на 3 июля в крае инфицированных 4207 человек. Выписано по выздоровлению 3067. Находятся на лечении 1140 человек. Больше всего заболевших в Барнауле – 32. В нашем городе плюс 6 новых случаев. Всего в Наукограде 264 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Открывать еще один ковидный госпиталь в бийской зоне пока не планируют. Об этом накануне заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Напомним, что ранее жители бийского района встали на защиту своей районной больницы. Там, как уверяли люди, планировали организовать койки для больных коронавирусной инфекцией. Дело в том, что каждое медицинское учреждение края в случае вспышки инфекции и увеличения числа больных должно быть готово к приему пациентов с COVID-19. Бийская районная больница, которая находится в селе Первомайское, в случае необходимости сможет принять порядка 200 человек с новой коронавирусной инфекцией – легкой и средней степени тяжести. Но пока речи об этом не идет. Сегодня больница работает в штатном режиме. Исходя из эпидемиологической ситуации в районе ограничен плановый прием. Больные палеотивного профиля получают лечение в бийской центральной районной больнице. Сегодня вопрос о перепрофилировании бийской ЦРБ на повестке не стоит. Уже на следующей неделе в Алтайском крае откроют первые шесть лагерей отдыха. А в Бийске дату заезда вновь отодвинули. На этот раз на 15 июля. В этом году после простоя вновь примет детей лагерь «Факел». И сейчас там завершаются ремонтные работы. Подробности у нашего корреспондента. На возрождение «Факела» потребовалось около 40 миллионов рублей. В отремонтированных, теперь уже современных, корпусах расставлена мебель, оборудованы общие комнаты и комнаты для воспитателей вожатых. Уютно по-домашнему. Здесь на самой, можно сказать, финишной точке работы по освещению. То есть мы модернизируем освещение детского здравительного лагеря. Буквально последние штрихи остались по отделочным работам. Это откосы где-то в столовой. Соответственно, надо теперь отмыться, все привести в состояние, когда это будет соответствовать с интернетом. Норма. А так в целом практически уже все. Сейчас здесь завершаются благоустроительные работы. Последние штрихи и к приему детей будут готовы баскетбольные и волейбольные площадки. По проекту все объекты на территории лагеря будут подсвечены. Заиграет огнями ракета, ставшая визитной карточкой факела. Каждый корпус в темное время суток получит свою окраску. Еще пора недель, и лагерь будет окончательно готов к встрече отдыхающих. На сегодняшний день у нас факел продан на путевки на первый и на второй сезон. Лагерь будет заполнен. Даже если мы его сдвигаем сезон с 15 числа, то здесь никаких волнений для родителей нет. Вместим из 210, но по требованиям нормы Санпина мы будем размещать ровно половину. Но на том, что уже сделано, здесь не остановится. Со временем в каждом корпусе появится отдельная душевая комната и теплые туалеты. Для детей старших отрядов рассматриваются варианты выхода к АБИ и обустройства пляжа на берегу. А вот площадку под большой пионерский костер подготовят уже нынче. Марина Волкова, Иван Зяблицкий, Будни. Дорожная техника заходит еще на одну разбитую улицу Бийска. В этом году отремонтируют проезжую часть на улице Ленинградской. Чтобы выполнить работы и сдать объект, у подрядной организации есть ровно три месяца. Улица Ленинградская уже давно нуждается в проведении капитального ремонта. Здесь ходит общественный транспорт. Новый асфальт на Ленинградской появится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка, где пройдет капитальный ремонт, больше одного километра. Подрядчиком стала компания «Юго-Восточная ДСУ». Однако работы по договору субподряда будет выполнять компания «Дорожник». Помимо самой дороги на Ленинградской сделают и тротуары. Стоимость ремонта больше 30 миллионов рублей. Все работы согласно контракту должны быть выполнены до 1 октября. На сегодня в Бийске одновременно на 10 объектах проводятся работы по капитальному ремонту кровли. По планам в 2020-м новыми крышами обзаведутся почти 40 бийских многоэтажек. В среднем на ремонт одной кровли подрядчику требуется 2 месяца. «Делали заплатку за счет средств управляющей компании. И сказал, что конек плохой. Буквально это был прошлый год, в этом году уже делать начали. То есть крышу делали нам очень быстро. Мы даже не ожидали, что это так быстро будет». Двухэтажный дом номер 18 на Красногвардейской в очереди на капремонт стоял на 2028 год. Продвинуться вперед помогла вовремя проведенная независимая техническая экспертиза. Первые акты о сдаче готовых к эксплуатации крыш в Бийске были подписаны еще в марте. На сегодня ремонт завершен на 8 объектах. В данный момент, кроме кровельных работ в Бийске, продолжаются работы по замене лифтового оборудования. Напомним, что на 2020 год в нашем городе по программе капремонта запланировано ввести в эксплуатацию более 40 новых лифтов в 18 девятиэтажках. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. С собой только знания. В Бийске школьники начали сдавать ЕГЭ. Сегодня пишут тесты по географии, информатике и литературе. В Дребезге бейские вандалы разрушили новый фонтан и лавочки в отремонтированном парке Вали Максимовой. Гипермаркет низких сцен «Маяк» на Васильево. Кальмар свежемороженый 136,90 за килограмм. Свинина охлажденная 159,90 за килограмм. «Маяк» на Васильево 85. Алтайские синоптики предупреждают жителей региона о непогоде. Алтайский край на ближайших выходных накроет дожди, грозы и град. Последствия стихии на себе уже ощутили жители соседних регионов. Это видео снято в соседнем регионе. В Кемеровской области сегодня, как сообщают очевидцы, прошел очень крупный град. Побитые автомобили, крыши домов на приусадебных участках уничтожены посадки. Град в некоторых местах был с куриное яйцо. Его размеры достигали 7 сантиметров. Примерно то же самое сегодня происходило в Томской области. И сейчас, судя по всему, непогода надвигается на Алтай. Уже завтра синоптики прогнозируют днем до плюс 32, но при этом обещают дожди, грозы и град, которые пройдут на большей части территории региона. Ветер усилится до 18 метров в секунду. В парке Вали Максимовой хулиганы отломили облицовочную плитку фонтана и повредили несколько скамеек. Разрушенные объекты будут восстановлены в ближайшее время. Кроме фонтана в парке хулиганы сломали около пяти скамеек. Их тоже будет восстанавливать подрядчик. В полицию заявление от муниципалитета не поступало. Видимо, по причине незначительного финансового ущерба. Однако отметим, что оба случая вандализма фонтан и лавочки не относятся к гарантийным. И подрядчик добровольно взял на себя обязательство восстанавливать разрушения, в очередной раз причиненные несознательными бичанами. Напомним, что в мае с бульвара Петра Первого злоумышленник пытался похитить фрагменты ограждения. Многодетные семьи Бийска не могут оформить выплату на подготовку детей к школе. Родители жалуются, что портал госуслуги опять зависает и оформить заявление невозможно. Причем многие волнуются, что не успеют воспользоваться услугой до сентября. Между тем, для многих подобная единоразовая выплата совсем не лишняя. Так, на первоклассников выделяют по 7,5 тысяч рублей, на школьников со 2 по 11 класс по 5 тысяч рублей. В соцзащите отмечают, что многодетные семьи могут оформить заявление на помощь к школе двумя способами. Онлайн на портале госуслуги, приложив все необходимые документы в электронном виде, а также лично в многофункциональном центре. Для этого нужно записаться на прием. Причем законодательство позволяет оформить подобную выплату даже за несколько прошедших лет. За ней вы можете обратиться в течение трех лет, если по какой-то причине не было возможности обратиться ранее, предоставить на каждого учащегося справки, в которых четко прописано, именно какой учебный год он проходил обучение в данной школе. Дети должны обучаться только на территории Алтайского края. Сегодня бейские школьники сели за парты, чтобы сдать первый ЕГЭ. В этом году непривычно многое. Во-первых, беспрецедентные меры безопасности. Во-вторых, поздняя сдача. Раньше к июлю уже успевали не только сдать все экзамены, но и отметить выпускной. Из-за соблюдения социальной дистанции и измерения температуры вход на экзамен занял около часа. Гордианка. 36. 36. Бейские выпускники сдают ЕГЭ в шести школах. Первый – самый крупный пункт сдачи экзамена. Сегодня, 3 июля, здесь пишут информатику и литературу учащейся более 10 школ. Всего порядка 140 человек. Какой вы сегодня сдаёте экзамен? Литературу. Куда будете поступать? В театральный институт, либо в Барнаул, либо в Новосибирск. Очень волнуюсь, но надеюсь, что всё получится, и у всех ребят тоже всё получится. На экзамене соблюдают все меры безопасности. Санитайзеры с антисептиком установлены на входе в каждую аудиторию. С собой только паспорт и ручка. Все личные вещи сдают под охрану. Ну, отпусти руки спокойно. Мы же будем выше. Всё проходим. Писать экзамен школьникам разрешили, не надевая маску и перчатки. Правда, если сам выпускник желает быть в маске, через два часа наблюдатель обязательно напомнит её сменить. На территории школы во дворе, по всему помещению школы на полу нанесена разметка, которая строго обозначает социальную дистанцию участникам экзамена. Далее участники проходят термометрию, проходит обработка рук санитайзером, подошвы обуви путём прохода через специальные дезинфицирующие коврики. Для экзамена в школе подготовлено 18 аудиторий, в каждой не более 8 человек. Рассадка в шахматном порядке. Единый госэкзамен продлится 4 часа, а перекусить можно только в коридоре. Вода, шоколадки можно, но они оставляются перед аудиторией на столе. С собой в аудиторию их заносить нельзя. Если ребёнок хочет попить, он выходит из аудитории, оставляет ручку, экзаменационный материал нас, отдаёт преподавателям, которые находятся в аудитории, и выходит. Больше всего бийских школьников сегодня сдают информатику. Этот предмет выбрали 118 человек. На втором месте литература, и её сдают сегодня 74 упускника. Проверить свои знания по географии решили 19 человек. ЕГЭ в Бийске продлится до 25 июля. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни. А теперь о погоде. 4 июля в Бийске будет переменная облачность. Ожидается дождь, гроза, ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление низкое. Влажность воздуха утром будет высокой, магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 19, плюс 21, днём плюс 25, плюс 27. И это все новости на сегодня. Желаю вам отличных выходных, всего вам самого хорошего. И напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск. Мой город», на канале YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» – bwork.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова